МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ЧУАШ. Информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Не снижать бдительность. В Доме правительства прошло очередное заседание по противодействию коррупции. Большая вода. В АлатРе за угрозу подтопления дежурные бригады перешли на усиленный режим. Сбылась мечта человечества. Весь мир отмечает День космонавтики. Коррупционные преступления и контроль за проведением государственных и муниципальных закупок. Эти темы сегодня обсудили на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Пожалуй, это дело стало одним из самых резонансных в прошлом году. Бывший начальник отдела транспорта Чебоксар почти год получал взятки от перевозчиков. Судебный процесс идет до сих пор. Это одно из 214 преступлений, выявленных сотрудниками правоохранительных органов в прошлом году. Наибольшее число лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, занимали должности в органах местного самоуправления. Так, за 2017 год в суды направлены уголовные дела в отношении 15 лиц, из которых 10 являлись выборными должностями, 3 депутаты и 7 глав муниципальных образований. И трое назначаемые должности лицами. Два из них руководители местной администрации. Часто коррупционные преступления совершаются в сфере государственных и муниципальных закупок. Для обеспечения прозрачности аукционы проводят в электронном виде. Мы максимально перешли в электронный вид. Поэтому обращаем внимание муниципальных заказчиков, отдельные муниципальные органы не перешли в электронный вид. Когда конкурс, когда люди, когда комиссия, когда даже в виде записи по отдельным закупкам мы выявляли эти нарушения, финансовые нарушения. Контролируют прозрачность таких аукционов Минэкономразвитие, Минфин и контрольно-счетная палата. Ведомства совместно проводят проверки. Больше всего нарушений выявили при проверке использования отдельных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета столичному. Было установлено необоснованное признание победителем ООО «Автодор» по итогам электронного аукциона, по реконструкции набережной, третий этап, а также нарушение порядка рассмотрения и оценки заявок и, соответственно, неправомерное признание ООО «Автодор» победителем открытого конкурса по рекультивации санкционированной свалки твердых коммунальных отходов. Результаты всех проведенных проверок направлены в прокуратуру республики. Сотрудники столичных управлений ЖКХ и Центра организации покупок привлечены к административной ответственности. На заседании обсудили работу, проделанную другими ведомствами. Глава Чуваши Михаил Игнатьев напомнил, республика находится в числе пилотных регионов по противодействию коррупции. Полученный опыт перенимают и другие субъекты. Совместную работу необходимо усилить. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. С потеплением Чуваши все актуальнее становится проблема паводков. В Алатрии зона подтопления подошла совсем близко к жилым домам. Как работают спасательные службы узнала наша съемочная группа. Многие в Алатрии помнят 2012 и 2013 годы. Тогда уровень воды поднялся до критической отметки, затопило многие жилые дома. Сейчас ситуация значительно лучше, но все же за состоянием этих мест ведется ежедневный мониторинг, а дежурные бригады перешли на усиленный режим. В настоящий момент в городе Алатрии уровень воды на 19 число в 7 часов был 6 метров 10 сантиметров, что привело к подтоплению четырех домов в поселке Зеленый. В настоящий момент в дом вода не зашла, находится около дворовых построек. Алатрский район не единственный, входит в группу риска во время таяния снега. Для подготовки и предотвращения этой проблемы в каждом районе созданы противопаводковые комиссии. Специальные службы проводят обследование состояния гидротехнических и водопропускных сооружений. Улучшение, правда, уже происходит, но немного нас потревожил Батревский район, Комсомольский район, Малые реки Кубня и Вала, в которых вышли из берегов и подтопили часть населенных пунктов и жилых домов. В целом, на сегодня ситуация выравнивается, уровни воды спадают. Там, где подтопления происходили, уже этих подтоплений практически не осталось. В случае обнаружения опасных природных явлений, гражданам стоит связаться с единой дежурно-диспетчерской службой по номеру 1383. Алексей Табинов, Александр Петров, Республика. 57 лет назад сбылась мечта человечества – полет в космос. Исполнил ее Юрий Гагарин. Спустя год космический подвиг повторил наш земляк Андриан Николаев. В Чубоксарах в День космонавтики возложили цветы их памятникам покорителям неба и провели торжественный митинг. У памятника Юрия Гагарину, как обычно, в этот день многолюдно. Представители городской власти, аэроклубов, ветераны, студенты учебных заведений и, конечно, школьники. Путь к звездам проложил Юрий Гагарин. А уже спустя полгода Герман Дитов повторил его подвиг. Третья экспедиция тоже была уникальна. Андриану Николаеву и его звездному брату Павлу Поповичу удалось вывести на орбиту сразу два корабля. Поэтому 12 апреля всегда вспоминают и чувашского сокола. К памятнику Андриана Николаева в Чубоксарах приходят все, кто так или иначе связан с космосом. Летчик Петр Дергунов этот праздник считает одним из главных в году. Андриан Григорьевич Николаев – это человек-легенда. Он попал именно в первый отряд космонавтов. Человек был очень надежный, сильный, сильный, крепкий духом. Потом, впоследствии, когда он прилетал, это все доказало. Николаева я знал еще с 42-го года, когда мы жили в Морфосаде. Когда он полетел, я работал над за ними. У меня был мотороллер, я поехал в Шоршелы, чтобы его там встречать. Чтить вечную память ему. И когда мы проводим уроки, более 30 лекторов в городском совете, мы постоянно рассказываем про Николая, про космонавтов, про Гагарина. А значит, жива память о выдающихся людях, стоявших у истоков нашей космической программы, жива память о подвиге Юрия Гагарина, о чудесной гагаринской улыбке и его легендарном «Поехали». Жилищная субсидия – значимая поддержка от государства. Получить ее могут молодые семьи, пенсионеры, инвалиды и другие категории лиц. В Чувашии по итогам первого квартала 2018 года субсидию получают более 15 тысяч семей. С марта процедура оформления стала проще. Не обязательно приходить в отделы соцзащиты, можно написать заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Как это работает, на примере Канаша, выясняла наша съемочная группа. В Канашии и Канашском районе больше тысячи семей получают субсидию на оплату коммунальных услуг. После того, как стали принимать электронные заявления, количество желающих оформить господдержку увеличилось, говорят в местном отделе соцзащиты. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы превышают максимально допустимую долю, это 22% от совокупного дохода семьи. Средний размер денежной помощи от государства – 1800 рублей ежемесячно. Назначается она на полгода, но только если нет задолженности по квартплате. Государственную поддержку на оплату ЖКО могут получить и специалисты, работающие в сельской местности. Это медики, педагоги, социальные работники и работники культуры, ветеринары. Размер компенсации – 1055 рублей. Субсидия полагается и федеральным льготникам. У нас по республике таких получательных федеральных выплаты 106 тысяч человек. За первый квартал у нас выделено 90 миллионов рублей. По городу Канашии и Канарскому району 4600 получателей. Денежную компенсацию должны получать и люди старше 70 лет за взносы на капитальный ремонт. То есть, когда говорят, что граждане почтенного возраста не должны платить за капитальный ремонт, это не совсем верно. Они по закону обязаны его оплачивать так же, как и все остальные. А уже потом через отдел соцзащиты им возвращают определенный процент с этой суммы. В чебоксарских аптеках можно легко, без всяких документов, купить антибиотики, которые должны продавать только по рецепту. А вот воспользоваться законным правом и сравнить максимально разрешенную цену на жизненно необходимые препараты с тем, по какой стоимости они выставлены на витрине, наоборот, очень непросто. Такие нарушения выявили представители народного контроля. Подробности у Ольги Пырочкиной. Первая же контрольная закупка антибиотика в одной из аптек на Московском проспекте. И удача, если можно так сказать. Мы сделали у вас контрольную закупку антибиотика, который должен тоже был в рецепт продаваться. Вы его продали нашими представителями без рецепта. Назначение врача, наверное, там карточка медицинская, что-то. Ничего у нас не было. Вы знаете о том, что вы нарушили? Продавать антибиотики без рецепта в России запретили еще в прошлом году. Дело в том, что если часто и без особой необходимости принимать их, то бактерии адаптируются и становятся устойчивыми к лекарствам. И сейчас это реальная глобальная угроза. Впрочем, на продаже антибиотика здесь нарушения не заканчиваются. Чтобы аптеки не могли накручивать цены до заоблачных высот, самые необходимые, безопасные и эффективные лекарства Минздрав России включает в специальный перечень жизненно важных препаратов. В нем же указывается максимальная разрешенная для розничной реализации цена. Предоставить этот список должны по первому же требованию. Как потребитель, я у вас могу потребовать этот перечень. Вы мне его не предоставляете? Нет, перечень. Вам весь список надо перечень дать? Да, да. Вы чуть-чуть подождите, сейчас руководство приедет. Вместо того, чтобы ждать кого-то, представители народного контроля отправляются в следующую аптеку. История повторяется. Вы имеете право продавать без назначения врача вот этот антибиотик? Что касается списка, то фармацевты утверждают, он есть, просто в электронном виде. И предлагают распечатать определенную страницу. На это уходит время, но, как оказалось, ждали зря. Вот это старейшая информация. Те или иные нарушения представители народного контроля выявили практически в каждой аптеке, где побывали во время рейда. Их теперь ждет более серьезная проверка. Мы вчера в рамках партийного проекта заключили с представителями Роспотребнадзора соглашение о совместном сотрудничестве. Конечно же, мы приедем в свой штаб, напишем соответствующим надзорным органам, которые несут ответственность для того, чтобы они приняли необходимые административные меры. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Русский на «Отлично». 14 апреля пройдет международная акция грамотности «Тотальный диктант». Все желающие в этот день проверяют свои знания одного из сложнейших языков мира. Весь мир пишет «И ты приходи». Уже в субботу в 14 часов все желающие смогут проверить свою грамотность. Около тысячи населенных пунктов по всему миру примут участие в «Тотальном диктанте-2018». Прошлый год в Республике стал рекордным по количеству отличников. 44 человека написали диктант на 5. Нас порадовал, вдохновил 2017 год, и теперь мы с некой опаской, но в то же время с надеждой все же ждем, что тех, кто знает на 5 баллов, будет больше. Хотя это, наверное, не главное. Главный охват аудитории. Что касается аудитории, то всех желающих будут ждать на шести площадках. Национальной библиотеки, библиотеки имени Гайдара, школе скорочтения и школе развития интеллекта. Жители города Спутника смогут написать диктант в гимназии номер 6. Будет работать и дополнительная площадка для иностранцев «Труд». Самой большой традиционно станет аудитория ЧГУ имени Ульянова, а диктовать сам текст будет директор национальной телерадиокомпании «Чуваши» Оксана Ачкасова. На самом деле проект очень интересный, очень рада, что меня пригласили. Заодно проверю себя. Я хотела в этом году пойти написать, но придется диктовать. Впервые участники акции в нашей стране будут выводить тексты одинаковыми ручками, уже доставленными в 424 населенных пункта нашей страны, от Камчатки до Калининграда. Канцелярского запаса хватит на 225 тысяч человек. Ручки, как отмечают организаторы, разве что ошибки не исправляют. А писать они будут текст Гузели Яхиной. Тексты бывают очень интересные. В этом году три части представляются из книги, из новой книги «Дети мои». Части называются «Утро, день, вечер». Кстати, не обязательно писать текст под своим реальным именем, можно придумать псевдоним. Так, например, в прошлом году диктант написал Тарас Бульба. Все остальные оценки – это личное дело каждого. То есть, вот это вот тоже нужно иметь в виду, потому что боятся очень часто, что вот, я приду, там, получу какую-нибудь оценку, об этом все узнают, никто не узнает. Псевдоним. Оценка только тебе будет известна. То есть, все степени защиты. Написать диктант можно будет и в режиме онлайн на сайте totaldict.ru во время прямой трансляции. И традиционно самого юного и взрослого участника ожидают призы. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. В эти дни в Театре оперы и балета открывается 22-й Чебоксарский балетный фестиваль «Слово» Ольги Пырочкиной. Пуанты надеты, пачки расправлены, занавес открывается. 22-й Чебоксарский балетный фестиваль начнется грандиозной концертной программой «Петипа Гала». Она посвящена 200-летию со дня рождения танцора и балетмейстера, которого до сих пор не могут поделить Франция и Россия, Мариуса Петипа. Он родился и начал выступать в Марселе, но именно в нашей стране сделал такую карьеру, что вторую половину 19 века в российском балете называют эпохой «Петипа». Именно наш балет он считал лучшим в мире, потому что в нем сохранилось, я цитирую, серьезное искусство, которое было утрачено за границей. И вот так, за этим серьезным искусством, зрители фестиваля смогут наблюдать 7 дней. Вы знаете, я заметил одну интересную вещь. Осень в Чебоксары приходит с оперным фестивалем, а весна – с балетным. Впрочем, билетов уже сейчас не осталось, и я подразню тех, кто не успел их купить. В этом году в Чебоксарах выступит, к примеру, легендарный театр балет Евгения Панфилова из Перми и московский коллектив Государственного академического театра классического балета Касаткина и Васильева. Кроме этого, в этом году будут представления и для маленьких зрителей спектакль «Золушка» и «Чаполина». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин